Гаишники, уже гаишники. Более как бы вежливые стали. Но это тебя удивляет, что гаишники стали вежливыми? Ну, как меня нет, потому что я стараюсь практически не нарушать. Ну, это наоборот, как бы уже не относится к ним, как к людям, которые пытаются себя развести, поиментировать денег, а наоборот именно то, для чего они предназначаются. К примеру, они должны помогать, защищать, подсказывать, рассказывать. То есть все это произошло вот с присоединения, после присоединения? Конечно, присоединение дало им большую зарплату, то есть заработная плата у них выросла. То есть, мол, как бы... А какая у них заработная плата раньше была? Ну, в размере от трех до пяти тысяч, в зависимости от звания. Это в рублях? До пяти тысяч гривен. Да, ну, переведем в доллары, на сегодняшний день где-то от трех. От 250 до 500 долларов заработная плата. На сегодняшний день, ну, поскольку я знаю, она где-то около тысячи долларов, даже и больше. То есть, как бы, им, наверное, интереснее вести честную, как бы, игру, то есть выполнять именно свои функции, для чего они предназначены, чем заниматься тем, чем они занимались раньше. Ну, раньше, ну, раньше была разводка русских туристов. Мы ей задавали вопрос, что у вас штрафы, у вас есть такой штраф в пять тысяч гривен? Прямо разводка. Если человек, как бы, ну, другое государство, человек не знает наших законов, правил. Сейчас же у них более честная работа стала. А еще обратили внимание на такую вещь, что очень много затонированных полностью машин. При Украине это было разрешено. Но буквально там после референдума по истечению двух недель уже стали останавливать и предупреждают, что тонировка запрещена переднего лобового и передних боковых стекла. И, опять же, на станциях СТО произошел бум, где можно было растонировать машину дороже, чем затонировать. Ну, стало так, то есть растонировать машину всю стоило где-то 400 гривен, ну, можно сказать, там, 40 долларов.